Приветствую всех на канале Чичман, меня зовут Макс, продолжаем путешествовать в игре Train Team World 2 и сегодня в дополнении T-Swelly Line мы познакомимся с локомотивом класс 31. Поехали! Круговорот цемента Путь у платформы на вокзале Darlington скоро освободится и ваш маршрут будет построен на него. Поднимите в кабину и подготовьте поезд. Вот такой, ребят, локомотивчик нас сегодня ожидает. Тоже не из нового времени, конечно же. Я так понимаю, класс 35... Ой, класс 31, извиняюсь. Это предшественник класса 35, но мы обязательно почитаем о нём историю. Рассмотрим его внешне. Ну, выглядит он, конечно, смешно очень. Я не знаю, что-то с такими вот глазами. Знаете, обычно локомотив, глаза большие, такие какой-то такой прищурены. Старого типа видно. По звуку, конечно, я понимаю, что он тоже напрягал всех. Он, естественно, у нас спарен. И не знаю, заданий здесь с одиночным локомотивом по сути нет. Всё подключено. Два локомотива в одном. Ну что ж, садимся тогда. Ну, блин, перед вообще. Ну, такой... Такой вообще, фу. Не смотрится некрасивый. Очень некрасивый локомотив. Ну, посмотрим, что у него внутри, что он покажет вообще по своим характеристикам. Так, закрываем дверьку. Присаживаемся. Вот у нас навстречу кто-то едет. Класс. А вот какой это класс, я не помню. По-моему, у нас было видео по похожим локомотивам. Я... Если его не было, то, естественно, ну, у нас будет. Так, ну что. Реверсивную рукоятку мы вперёд ставим. Отпускаем наш тормоз. И подождём, пока давление в тормозах не упадёт. Ребят, на самом деле, первый раз, когда я играл на этом локомотиве, я думал, что игра зависла. Подождите, пока давление в тормозах не упадёт. Ну, оно здесь настолько долго падает, как вы видите. Я просто, я серьёзно, я сидел, я думал, я завис. И очень долго ждал. Ну, вот это ещё фигня. Что-то... Вот это ещё быстровато, но... На ознакомительном задании с этим локомотивом я просто думал, я завис. Короче, самый первый минус этого тепловоза, это то, что здесь отпускаются тормоза, ну, просто, я не знаю, ну, очень долго вообще. Так же, как и нажимаются или накачиваются, да? Вернее, как спускаются. Это вообще жесть. Просто. Так, у нас с вами задание. Остановиться в указанном месте. Здесь такое двойное задание интересное. Вот такой звук издаёт этот локомотив, конечно же. Ну, блин. Давайте на максимум дадим, послушаем. Ну, вы поняли, да? Пердёж, короче, жёсткий. Сверху, как вы видите, такой же, такой вентилятор, как и в класс 35. В принципе, они похожи, я думаю. Не похожи, а, возможно, просто один предшественник другого, так? Ну, мы обязательно почитаем историю. Я тут кое-что нашёл. В принципе, есть что почитать. Поэтому сейчас мы выполним вот это небольшое задание С, можно сказать. Да, вот, про тормоз, ребят, я вам и говорил. Здесь у нас подсветочка прибора. Восвещение кабины нам не надо. И здесь нам уже надо притормаживать, так как мы подъезжаем к вокзалу. По стрелочкам понаблюдать, как едет. И нам надо будет остановиться на вокзале. И пересесть в другой, даже локомотив. Это мы какой-то такой левая заданица делаем. Так, а я думаю, уже можно начинать тормозить. Потому что с тормозами, ребят, у него так же туго. Ну, хотя вот здесь почему-то, посмотрите, прям в первом положении всё заработало. Да, и здесь в этом задании очень много светофоров. Очень много, ребят. И с такими тормозами, как здесь. Ой, очень сложно его не переехать, на самом деле. Вот смотрите. Хотя вот здесь сейчас всё ещё сработало нормально, я вам скажу. Нормально, нормально. Ну, тормоза здесь, ну, жёсткие вообще. Они не тормозят. Они не отпускаются. Короче, одни жалобы только у меня. Вот. Давайте вот полное служебное. Всё, лучше отпускать заранее. Потому что он их, он пока спускает воздух, вы всё ещё тормозите. И мы, возможно, даже не доедем миллиметр. Да. И смотрите, как долго опять-таки тормоза спускаются. Ну, ё-моё. А вот здесь есть ещё также функция экстренный спуск. Вот. Отпуск и сверхзарядка. Я чё-то не понимаю, для чего она. Быстрее они от этого не отпускаются. Всё, тормози. Еле, еле, блин, затормозил на нужном месте. На этом всё. Другой машинист примет управление поездом. Отключите управление и выйдите на платформу. Так точно. Ждём. Я могу, в принципе, быстро. Здесь тоже так же, ребят, запускается он всё на изи. Поэтому обучение я так же не стал проходить. Оно здесь тем более долгое. Установить тормоз. Сейчас мы сначала отпускаем его в экстренное, а потом останавливаем. Вот таким способом. Сразу остановить его нельзя. Ручку мы... Ага. Я ещё не отпустил, походу. Вот так. Ручку мы отключаем и так же ключ, как всегда, отключаем. Вот, в принципе, и вся здесь система. Выходим с лока. Направляйтесь в другую... Часть станции. Чё вы... Садитесь в эти вагоны. Почему вы стоите здесь? Так, здесь я пробегал, а вот здесь я не пробегал. Кстати, а чё это здесь? Ничего себе, здесь он уже приехал, оказывается. Видите? Из-за того, что я немножко тупанул, здесь уже локомотив стоит. А когда я первый раз здесь ехал, он как раз-таки только подъезжал. То есть я пришёл сюда, ещё ждал, пока этот локомотив подъедет. Потому что я в прошлый раз довольно-таки нормально затормозил на нужном месте. Так, а мы тем временем пересаживаемся в локомотив 31311. И направляемся на станцию ТИС. Эти гружёные вагоны PCA необходимо вернуть в парк ТИС. Где их подготовят для дальнейшей перевозки? Сейчас подготовьте поезд к отправлению. Так точно. Здесь, в принципе, всё на изи. Вот здесь, кстати, тоже тумблерки какие-то. Мы их потом посмотрим. Так, здесь у нас вперёд. В принципе, всё у нас заведено, потому что нам подвезли этот поезд. Вот смотрите. Просто надо включить подсветку приборов. Посмотрите, как медленно спускается тормоз. Это просто жесть. Давайте проверим. Если мы сверхзарядку сделаем. Нет, ребят, стрелка так же движется. В принципе, разницы никакой. Вот про это я и говорил. Такой звук мы издаём. Две тональности у нас, по-моему, здесь. Также есть тумблерки. Вот такие вот какие-то. Обогреватель для ног. Ключим ноги, что-то подмёрт. Нет, он шумит, да? Ну вот, конечно, некоторые моменты в Трэнси Морл 2 меня удивляют на самом деле. Это вот такие моменты, как обогреватель для ног, там система кондиционирования. Она здесь включается. Понимаете, в чём дело? Она здесь включается, но смысла в этом нет. Лучше бы сделали реально какие-нибудь двери, да? Здесь, чтобы мы могли зайти посмотреть машинное отделение. Так, освещение кабины, вот опять-таки, да? Это у нас другой тумблер. Здесь что? Хвостовой огонь. Откал. Хвостовой огонь. И освещение моторного отсека. Давайте включим. А чё? Освещение моторного отсека, ребят, мы, конечно же, не можем наблюдать. Оно где-то там горит, свет. Ну вот, в принципе, такие нюансы иногда очень удивляют. Так, здесь у нас пневматический тормоз, грузовой режим. И здесь переключатель компрессора. Ну, здесь я лазить не буду. Всё, отправляемся мы на нашу следующую точку. Следовать через. Здесь, ребят, много очень различных светофоров, которые нам не дадут толком ездить. Но мы сейчас даже немного как бы разгонимся. Давайте на фул. Следующее ограничение 70 километров. Вы видите, да, как он пухает. А мы, тем временем, сейчас начнём читать историю. Немного у нас вагонов, кстати. Так, тепловозы British Rail класс 31. Также известны как Brush Type 2. И первоначально как класс 30. Вот, ребят. Класс 30 и 31, оказывается, это, походу, одинаково. Фигота. А, у нас тут ограничение в 35 будет недалеко. Ну, в принципе, мы влазим. Как раз. Но это ограничение, походу, на переездном пути. Потом оно всё-таки поднимется. Ехать нам недолго. Были построены компанией Brush Trace Tune с 1957 по 1962 год. Они были пронумерованы двумя сериями. Ди 55-00, Ди 56-99 и Ди 58-00, Ди 58-62. Короче, их было немного, ребят. Судя по цифрам. Строительство первого локомотива было завершено в последнюю неделю сентября 1957 год. Я вот не помню, когда там 35 класс пошёл, да? Сравнить. По-моему, это предшествие. А передача состоялась 31 октября. Первый класс 31 поступил в эксплуатацию. Что у нас по ограничениям? Так, немного сейчас мы с вами... А, всё, отлично. На фулл заряжаем. На фулл. У нас было на фулл, да? Всё, поехали. Так, где я остановился? Первый класс 31 поступил в эксплуатацию в ноябре 1957 года. После запуска локомотива класса 20. А класс 20 это какой-то маневровый, ребят, локомотивщик. Type 1, получается. И был одним из локомотивов экспериментальной схемы. Заказанных британскими железными дорогами для замены паровой тяги. Короче, всё понятно. Это была замена паровой тяги. И тогда, наверное, строили любое... Ой-ой-ой. Вот это да. И тогда, наверное, ребят, строили любое дерьмище, лишь бы оно было на дизеле. И не важно, как оно выглядело. По сути, да? И не важно, как оно выглядело и как оно ехало. Классификация. Локомотивы с двигателем Мирлис первоначально были известны как класс 30. В соответствии с ТОПС каким-то. ТОПС это компьютерная система для управления железнодорожными локомотивами и подвижным составом Соединённым Королевством. Образцы с модернизированным двигателем присоединились к классу 31. Короче, класс 30 был с одним двигателем. Потом их модернизировали и сделали класс 31. Ну, в принципе, ничего такого удивительного. Этот класс изначально предназначался для обслуживания в восточном регионе. Но постепенно стал обычным явлением как в западном, так и в лондонском Мидленде. Вот так. Существует несколько подклассов класса 31. Ну, естественно, были модификации, да? Как мы должны понимать, в любом локомотиве это есть. Так, у нас 30 километров через один. Ну, в принципе, смотрите, мы разгоняемся неплохо. Блин, ребят, я бы, конечно, хотел с внешнего вида, да, показать вам, как он едет. Ну, там, выставить как-нибудь камеру. Но с такой пердёжью это просто невозможно. Я не буду выставлять. Тише делать звук тоже смысла нет. Ну, куда это годится? Так, существует несколько подклассов. 31.0. Это первая партия локомотива, оснащённая аппаратурой электромагнитного управления Красный Круг. Ну, это, ребят, перевод здесь. Там, естественно, название своё у них было. Так, через одну милю, ребят, 30 километров можно уже сбрасывать вообще даже не думая. И уже можно даже, я думаю, начинать притормаживать. Потому что, смотрите, сейчас я еду с горы, он просто не тормозит. Он просто не тормозит. Первая ему не хватает. Нам надо до 30. Смотрите, ребят, как делаем. Мы сейчас наполняем свой... Оу, нет, всё. Всё, отпускаем. Я случайно сделал, блин, экстренное торможение. Сейчас мы просто жёстко начнём тормозить. Посмотрите. Пока отпустит, мы как раз опустимся до скорости 30 километров. Здесь, короче, так вот. Тормознул чуть-чуть, всё, откинул. И пока он спускает тормоз, мы, естественно, смотрите, как раз до нужной скорости практически и скинули. Да. Ну, можно будет немного притормозить. Всё, как раз. Вообще, я сейчас вообще отлично просто вошёл в эту систему. Я даже, мне понравилось. Вон, карты нету, смотрите. Эх, жаль. Ладно, мы её потом прицепим. Можно даже, ребят, ещё немножко... Притормозить. Так. Нам надо до 30 скинуть, так как вы видите у нас. Главное не перекачать, чтобы мы вообще... А вот мы как раз ещё сейчас под уклоном будем ехать. Ну, в принципе, 400 мили опять будет. Здесь можно было вообще не тормозить. Просто я не знаю, я не помню, у меня настройка стоит, сход с рельс или нет. Так, мы остановились на класс 31, который был оснащён аппаратурой электромагнитного управления Красный Круг. Снято с производства в конце 1970-х. Я так понял, вот эта система снята. Я уже начинаю газку поддавать. Ну, не сам, а на поезде. Хотя я и сам могу газку поддать. Ну, не буду вышли. Так, всё. Мы уже начинаем набирать. В принципе, сейчас у нас уже ограничение поменялось. Сейчас только перепрыгнет вот этот красненький аппаратик. Потому что, блин, мне интересно, когда ограничение уменьшается, сразу скидывается. Когда ограничение увеличивает, наоборот, вернее. Увеличивается, скидывается сразу, а когда уменьшается, почему-то, блин, этот ползунок перепрыгивает только через секунд 20, наверное. Так, и сейчас нам надо смотреть светофорами. Вот. Класс 31.1. Стандартный локомотив с электропневматическим управлением Blue Star. Ну, это всё, ребят, какие-то... И ПА. Это какие-то системы, я не знаю, не будем углубляться. Кому интересно, углубиться сам в эти подробности. Так, у нас 50 километров. В принципе, мы можем добавить. Класс 31.4. То же, что и класс 31.1, но оснащённый устройством обогрева щёточных электропоездов. Вот так. Индекс 66. Я не знаю, что это такое. Абсолютно. Бывший... Класс 31.5. Класс 31.5, значит, ребят. Это... Бывший 31.4. С... И... ИТХ. Ну, это тоже какая-то система. Изолированным для использования департаментом гражданских инженеров. Я не знаю, что это такое. Не могу вам объяснить. Класс 31.6. Стандартный локомотив со сквозной проводкой для ИТ-АЖ. Но без оборудования. Вот такие дела, ребят. Много инфы по разновидностям. Так. Первоначальные поставки локомотивов класса 31.0 были в депо Стратфорд на востоке Лондона. Отпускаю, ребят. Потому что у нас, как вы видите, светофорчик желтый уже практически. Так. А поставки продолжались с локомотивами класс 31.1, направлявшимися в восточные и северо-восточные регионы. Поезда класса 31 были первые использованы в западном регионе в 1969 году, ребят. Что у нас по светофорам? Все отлично. Так что продолжаем накручивать. Скорость, хотя, в принципе, смысла нет, потому что сейчас начнется. Вот. В 1969 году. Когда номер 5535 был выделен компанией Old Coat Common или Common? А, это мы навсюду, да, зарядили? Да. Вот такой звучок. Я что-то даже испугался, что произошло. Далее. Прозвищем. Классу дали несколько прозвищ. Класс 31.0 был известен как Toffee Apples. То есть, по-моему, переводится как Ириска. Из-за формы рычага управления. А при чем тут Ириска? Я не знаю, ребят, что за формы рычага управления. А, коричневого цвета, типа, как и цвета Ириски, что ли, получается. Вот этот вот. Я не знаю. Но только поэтому, да? Из-за формы, да. Более распространенными названиями для всего класса были Guileless. Это, по-моему, ребят, сейчас переведем это дело. Так, нам бы не просрать здесь что-нибудь. Мы уже 50 с вами, да? Отпускаю я Газулю, потому что, как вы видите, 50 ограничения. А мы... Так, и уже 45 ограничения. Нам бы вот здесь сейчас светофор с вами не проехать. Давай, 45 нам надо. Всё, отлично. В ограничения как раз мы с вами уложились. А дальше 60. Но я не буду набирать скорость, потому что, по-моему, сейчас придется перед светофором каким-то тормозить. Так. Второе название, да? Второе прозвище было... Сейчас вам скажу, какое. Такое-сякое. Главное... Смотреть за дорогой. Горгулья, короче, переводится это слово. Горгулья. Ссылающийся на уродство конструкции. Короче... Из-за того, что он такой красивый, ему дали ещё прозвище Горгулья. Ну, не знаю. Потом было прозвище Пэтс. Пэтс, как, честно? Ребят, переводится, не знаю. Но когда я ввожу в переводчики Пэтс, мне выдаёт Пэтс. Я не знаю, может Пэт просто ввести? Давайте попробуем. Пэт. Ой. Это сейчас. Пэт. Пэт просто переводится как Пэт, понимаете? Я не знаю, перевод этого слова. Так, 30 километров, ребят. 30 километров. И у нас уже жёлтый свет, блин. Всё, отпускаю, потому что сейчас встанем. Чуть не профукал. И 25 километров. Ну, нормально. Нормально залетели как раз, ребят. Сейчас уже можно добавить сразу состав. Вроде как раз у нас ещё... Да, всё отлично. И как раз у нас отпустило тормоза. Слава богу. Короче, не знаю, как... Ещё одно уничтожительное название. Вот это Пэтс. Связывающее локомотивы с педальными машинами. С точки зрения скорости и тягового усилия. Короче, тяговое усилие говно. Скорость говно. Поэтому назвали Пэтс. А Пэтс, я так понимаю, это педаль. Короче, вот что-то типа такого. И Гаргерс. По звуку, который он издавал. Короче, дали... Обосрали полностью локомотив. И... Короче, все были довольны. Наверное, так. Аварии, ребят. Были аварии. Да, мы, кстати, характеристики его так с вами и не почитали. Давайте я здесь поищу. Класс 31.1. Попробуем вот здесь сейчас. Так, 50 километров. Всё отлично. Первые несколько локомотивов внешне имели много общего с оригинальными 31.0. Поскольку у 20 не было установлено на крыше кодовой коробки. Короче, там какая-то коробка на крыше не была установлена. Из-за этого ещё дали прозвище Skinhead, по-моему, даже такое было. Так же. Так. На крыше кодовой коробки. Короче, несколько и 15. Также были ограничены скоростью. 80 миль в час, короче, ребят. 130 километров в час, но это не точно. Вот. А я вам о чём говорил. Нам уже надо быстрее тормозить. Тут надо быстрее, ребят, тормозить. Потому что светофор уже очень близко. А скорость у нас очень велика. И нам, по сути, надо охрененно так затормозить. Да не отключение. Экстренная, блин, остановка. Ёпара СТ. А всё, загорелся. Всё нормально. Зелёный пошёл. Мы, видно, с вами, ребят, опаздываем. Навстречу нам едет локомотив класс 35 из прошлого видео, которое вы также можете посмотреть. А вот здесь у нас косячок. У нас, блин, мы сейчас остановимся. О! Вот это... Ну, посмотрите, он выглядит поновее, да, более? Более поновее выглядит и красиво даже, я бы сказал. Так, что-то у нас тут переклинило. Всё, отправляемся дальше. Блин, ну, видите, как получилось. Весь под класс. Это... Тихо, тихо. Тихо, тихо. Шеф, трогай, ну. Вот, пошёл, пошёл, пошёл. Если едете в гору, наверное, я так понял, с каким-то грузом тронуться на нём тоже нереально. Так, что мы дальше? Был ограничен, это класс 31.1, который. Но в остальном были такими же, как и 31.0, как и последующие локомотивы. Весь под класс имел паровые отопительные котлы. Вот о чём, вот в чём дело. Электропневматическое многофункциональное управление Blue Star, как и многие другие классы БР. Машины класса 31.1 можно было найти для различных второстепенных и вспомогательных пассажирских перевозок. Даже на пассажирских, да, возили. Но здесь в основном задания идут на грузовые. Маневровые такие более перевозок. Так, а также для посылок и грузовых перевозок. В то время, как они используются в Восточной Англии, с локомотивами, размещенными в депо Стратфорда и Марча, они были найдены по всему миру. Вот тип такого. Класс 31.4, ну, в принципе, здесь разновидность. В конце 80-х годов, когда на схемах, ранее использовавшихся локомотивами, стали чаще использоваться агрегаты типа Спринтер. Были запасные локомотивы, оснащенные и Ти-Аш. У нас опять-таки там желтый горит, ребят. Поэтому сильно я разгоняться не буду. Сильно разгоняться не буду. Сейчас у нас опять какие-нибудь стопудовые ограничения появятся. Да. 30 километров, ребят. Не буду я гнать. Первую поставлю. Так, далее. Тут всё, короче, тоже такое. Некоторые локомотивы класса 31, у которых спросы эти были удалены, системы ИТ-Аш, из передней буферной балки. Это было сделано, чтобы попытаться предотвратить заимствование локомотивов пассажирскими секторами БР. Короче, удаляли. Я так понимаю, это цепная система ИТР, да, ИТ-Аш. Так, что у нас здесь? Следовать через. Ну, вроде нормально идём, ребят. Окошко открыть, хоть подышать немного. Так, вот. В общем, ничего такого больше интересного. Операция, первоначальные поставки локомотивов. А, это мы с вами читали. И также аварии, ребята, и происшествия. 11 сентября. А вот, ребят, мы и приехали. Нам надо срочно притормаживать. Ибо светофор недалеко. Красный свет у нас, как вы видите. И главное его не переехать. Вон он находит, светофорчик. Вот, видите? Я тормоз отпустил. А он только тормозит, блин, как будто начинает. Тормози, братан. Не шути так с огнём. Да, с тормозами у него проблемки жёсткие. Всё, ребят, ожидаем, пока проедет вот та шарманка. А, вот этот, кстати, локомотив вроде бы тоже есть в этом дополнении. Это какой-то маневровый. Сейчас посмотрим на него. Давайте даже со свободной камеры посмотрим на него. Что за локомотивчик? Очень интересно. Наверное, лучше с этой стороны, так как там будет солнце в глаза светить. 11 сентября 1975 года. 150 человек попали в лобовое столкновение в тоннеле Корби с незакреплённым тормозным фургоном и вагонами с коксом. Вот так вот, ребят. Вот такой аппарат. Ну, у него, у него приятный звук, если честно, вам сказать. Этот локомотив был снят с производства первым. Короче, вот так. Попал в аварию, был снят. Ну, чё ж поделать. 2 января 1976 года локомотив 31241 вёз поезд с посылками, когда в его заднюю часть врезался лёгкий паровоз. А в то время действовал временной интервал. Короче, вот так. Вообще, что-то на изи просто в задницу ещё врезался. Наверное, где-то по времени запоздал парниша. 25 февраля 1979 года локомотив 31. А, это был не 150 человек. Это был первый локомотив, который в аварию попал. Это был 31150 локомотив. И попал в лобовое столкновение в тоннеле. Здесь про гибель людей я что-то не так понял. Далее, 25 февраля 1979 года Локомотив 31421 вёз инженерный поезд, который работал во владении между Фрактоном и Хилси. Соседняя линия была открыта для движения. Кран в инженерном поезде задел другую линию. Когда в него врезался проходящий пассажирский поезд, один человек погиб, девять получили ранения. Ну, ребят, чё ж поделаешь. Техника требует жертв, да? Какая красота. Поэтому не бывает такого, чтобы такого, ну, ничего не происходило. Да, так как, сами понимаете, как-то не проходить их осмотры, но техника есть техника. Захотелось, сломалось, да? Захотел, металл устал где-то. Ходите пешочком. Вот такие дела. 9 марта 1900. Да, у нас уже открыт путь, ребят. Поэтому мы отпускаем эту фигню всю и начинаем движение на ириске на нашей этой. Вот. 9 марта 1986 года локомотив номер 31436 тащил пассажирский поезд, который попал в лобовое столкновение с двумя легкими паровозами. В Чинли-Дербишин. Из-за ошибки сигнальщика. Ну, человек тоже не компьютер, да? Один человек был убит, к сожалению. Недостаток обучения и отключение электроэнергии были способствующими факторами. Вот так. Кто-то был неопытный, короче. 20 февраля 1987 года товарный поезд сошел с рельс из-за ловушек на северном перекрестке. Чинли. Локомотив номер 31440 вез поезд, вез вагоны, который... А, вез поезд, который столкнулся с обломками. И в 88 году... Два беспилотных локомотива класса 31. В смысле беспилотных? Здесь, короче, что-то с переводом. Два локомотива класса 31, предположительно, с неполностью затянутыми тормозами вместе с... А, короче, я понял. Они не были, не затянуты тормоза. А тут, ребят, нам опять надо тормозиться. Я только что-то набираю скорость. Нет, все отлично. Отлично, идем. Потихоньку, не будем набирать много. Короче, два локомотива скатились по короткому разъезду в районе Степлс-Корнер в северном Лондоне. После сноса буперной остановки они поехали по насыпи к Северной Кольцевой Дороге. Хотя никто не пострадал. Второй локомотив пары приземлился на крышу ведущего... Короче, перевернулся, я так понял, да? Отключаю вообще, ребят, всю шайтан-машину нашу. У нас сейчас ограничение в 20 будет. Мы чуть больше едем. Короче, вот такие дела, ребят. Очень разные происшествия. Они оба были отозваны после инцидента. Ну, понятное дело, мы подошли. Так, ребят, тормозим опять красный свет. Вот здесь очень много светофоров. Хотя мы даже какую-то часть проехали очень быстро. Сейчас опять я, блин, промажу, не дай бог. Красный свет опять у нас, как вы видите. Экстренное применяемое. Дите вы в жопу. А то сейчас опять мимо проедем. Всё, опять жёлтенький как раз. Ну, нормально. Будем сейчас... Так, я тормоз отпустил, да. Продолжаем движение. Так, давайте, ребят, глянем именно характеристики его, да? Дизель-электрический, тип питания. Строитель тяги. Кисти какие-то. Тяга-кисти. Название завода, да, с переводом офигенно. Серийный номер 71-90, короче. Дата постройки. 1957-1962 год. Ну, что мы там едем, братишка? Что ты вообще? Песочек. Песочек есть где-нибудь посыпать под колёса? Не хочет он, видите? Я не знаю, где здесь песочек. Стеклоочиститель. Понятно. Понятно, короче. Может, его здесь даже и нет. Я не нашёл, по крайней мере. Что-то он тут показывает нам скорость неверную. Видите в гору, как жёстко трогается. Чё-то у него вообще с троганием не то. Так, 1957-1962 год. Всего произведено 263 локомотива, да? Как вы видите, их было сделано как раз-таки немного. Потому что они были унылым говно. К сожалению. Но зато надо было быстрее, быстрее переходим на дизельную тягу. Паровую тягу нафиг. Переходим на дизельную. Создайте уже что-нибудь, да? Они такие слепили кусок ккашки. И все довольны. Вот так, ребят. Ну, в принципе, у нас всегда так происходит. Я не знаю. По-моему, получается везде так. Я ничего здесь такого удивительного не увидел. 263 локомотива, ребят. Так, максимальная скорость. Не буду я размеры читать. Ну, смысл вообще размеры читать. Максимальная скорость. Короче, дизеля, поезда. Притормозим немножко. Локомотивы с номерами от D55-00 до 55-34 80 миль в час, ребят. 29 километров в час было ограничение. Не ограничение, а максималка. А остаток, остальные, 90 миль в час. То есть, была какая-то часть... Так, у нас опять красный свет. А, мы уже приехали, ребят. Какая-то часть первых локомотивов была с ограничением 129 километров в час, 80 миль. А остальные были 90 миль в час. 145 километров в час. В принципе, по скорости на то время, по-моему, это неплохо. Почему его прозвали каким-то плохим словом? Из-за того, что у него плохая тяга и плохая скорость. Интересно. Вот такие дела. Выходная мощность, двигатель. Да, вот разные двигателя, ребят. Разная мощность выходная. Мирлис. Это двигатель. 1250 лошадиных сил. Так, а мы, ребят, начинаем притормаживать, чтобы не... Здесь вообще очень близко находится светофор. Ну, в общем, вот такая инфа. В принципе, там очень много еще можно было почитать всякой, где они использовались, да, там и тому подобное. Но я уже не стал. Потому что у нас, во-первых, заканчивается рейс. Во-вторых, в принципе, основную инфу мы уже с вами почитали. На большие рельсы мало инфы, а на такие маленькие рельсы так инфы, блин, а прямо куча. Вот здесь, смотрите, светофор прям под ногами, ребят. И нам главное на него не заехать. Смотрите, как четенько нам надо подъехать. И мы практически это сделали. Зажимаем на фул. Вот, вот просто красиво, ребят. Просто красиво. И вообще замечательно. Замечательно. Отличная поездка. Надежно закрепите локомотив тормозами и покиньте кабину, чтобы завершить задание. Сэр, ясэр. Поехали. Что мы делаем? Мы, как всегда, отключаем тормоз. Положение отключить. То есть сначала мы включаем экстренный, а потом только мы можем его отключить. Также вырубаем, естественно, реверс. И вырубаем ключик, ребят. На этом наше задание будет заканчиваться. Ну, еще надо выйти. Ну вот, поновей такой аппарат. Я вот его хочу отснять. Надо посмотреть. Должен быть в этом дополнение, раз он тут катается. Правильно? Все, ребятки. На этом наш рейс заканчивается. Всем, как всегда, спасибо огромное за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте оставлять комментарии. Подписывайтесь на канал. Прожмите колокольчик. Также подпишитесь на меня в ВК, в Трово. И до встречи в следующих сериях. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»